здравствуйте дорогие друзья рады приветствовать вас на канале литературного клуба 451 градус и у нас в гостях алина мустафина писательница журналистка и автор книги как уехать дубай и остаться там да всем привет и первый вопрос расскажите о себе вкратце хорошо вкратце постараюсь я журналист закончила казгу журфак после этого работала в периодической ой и на телевидении три года потом в периодической печати в журналах тайм-аут космополит он был редактором потом я уехала из страны в эмираты жила там четыре года работала актрисой продавщицы сувениров журналисткой фотографом после этого мы переехали с мужем в испанию там я училась на режиссера учила испанский язык после этого я поехала в турцию с мужем потому что он турок и там он переквалифицировался то есть мы поехали в испании чтобы он учился на пилота гражданской авиации он учился два года в городке недалеко от барселоны а я в это же время училась на режиссера и после этого мы переехали в турцию потому что там было легче устроиться по профессии то есть пилотом вот и после этого пять лет мы живем в турции там я как раз написала книгу сняла один короткометражный фильм да вот и родила двоих детей вот кратко если обо мне до этого момента что для вас книга книга для меня это способ коммуникации с самим собой с миром и с с внутренним миром человека который ее написал ну вот если кратко так как с книга я отдыхаю с книгой я узнаю с книга я развиваюсь то есть много чего до любимый жанр писатель так ну я очень люблю пакистанского писателя сальмана ружди который живет в англии потом я люблю автобиографии автобиографические книги допустим люблю которого который написал pixar книгу лоуренс по-моему но это его был единственная книга первые последние но классная да потом я люблю там рикоша лена современная писательница люблю клайк классику булгаков рэй бредбери так кто еще достоевский как это бы не банально банально не звучало ну просто сейчас некоторые на вскидку сразу твой любимый писатель достоевский что первое на ум приходит в школе читал может быть единственное что вообще в жизни читал там на преступление наказания да так архан памук мне нравится музей невинности эйн райт не знаю правильно ли я произношу имя которая атланта расправила плечи так потом нет вот его не читала но удивительно до сих пор да потом что там еще мне нравится так только что нам единственный которого я сама сама самая 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 но пусть будет сальман ружди я его обожаю да отлично вот вернемся к вашей книге история создания книжки как уехать дубай и остаться там в общем книгу я сначала писала как заметки в живом журнале live journal после этого я решила все свои заметки вылить на бумагу потому что было очень много отзывов комментариев как-то раз я даже попала в топ 100 live journal точка ком по количеству комментариев потому что я писала про жизнь простых девчонок которые живут в эмиратах о том как сложилась их судьба аля секс in the city секс большом городе то есть там у меня были четыре героини вот я них пишу например сегодня потом через полгода потом еще через полгода потом через месяц да как они меняются что у них там жизнь изменилась вот и таким образом я удивилась что людям интересна жизнь каких-то там девчонок из уфы из челябинска и так далее и я подумала почему мне на не написать об этом книгу книгу истории людей которых я встретил в эмиратах перемежая это со своей историей ну что на самом деле хоть я там жила четыре года но прожила очень интересную жизнь там можно сказать что как будто целую жизнь да вот то что я рассказал вкратце кем только не работала кого только не встретила чего чему только не научилась чего только не узнала сколько историй собраны так ну если так на вскидку по моему около 10 около 10 историй ну это знаете такие автобиографичные истории история моя и плюс истории других людей они тоже все реальны поэтому у меня книга она называется еще и не вымышленные истории на стран кивая просто таким мелким шрифтом что никто не видит то есть это если честно главнее чем как уехать в дубай остаться да 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 но основное название да как бы вот это то есть это просто люди о том начинается истории с того как я их встретила кто они для меня были изначально и как они менялись вместе со мной то есть у меня есть истории которые на протяжении всей книги продолжаются развиваться вместе со мной там допустим девушка которая приехала работать барменом у нее забрали паспорта она попала сексуальное рабство после этого она вышла из этого рабства потом настала художницы знаменитой хорошо зарабатывать стала ну то есть разные истории ли там парень с 500 долларами в кармане приехал был не кем там стал всем сейчас поддерживать да да со всеми поддерживаю связь там описаны истории людей разных национальностей только не то есть не только русскоязычных инди и индийцы и британцы и там истории иранцев бразильцев то есть тут как бы такое этнографическое исследование все дубая называем мир в миниатюре и это как бы такое этнографическое исследование разных национальностей до в одном месте каково вообще журналисту писать книги потому что я понимаю это разные очень разные сферы которые ну кое-как может быть и пересекаются но все равно есть свои сложности есть свои но мне кажется что это очень близко по крайней мере мой жанр вот автобиографические заметки автобиографические рассказы это прям для журналиста идеально то есть журналист это человек который рассказывает основываясь на какой-то факт интересно историю он может рассказать ее забавно может рассказать и остро он может рассказать и социально и главное так чтобы читателя зацепила чтобы читатель там нашла какие-то точки соприкосновения и И в этом жанре, как автобиографические заметки, быть журналистом очень помогает. Но, конечно, если, допустим, ты хочешь сочинить что-то, что-то добавить от себя, сделать это более фикшн, художественное произведение, то иногда журналистика мешает. Допустим, мне сложно что-то придумать. Я просто как-то не прокачала эту мышцу фантазии, чтобы ее как следует развить. И я очень уважаю людей, которые могут придумать, сочинить и делать это классно, тоже фэнтези. Но это надо разбавлять по-любому, с фактом, с фэнтези. Да, если, допустим, ты берешь какого-то там человека, которого ты знаешь, и думаешь, а что если он будет у меня супергероем там, ну как-то вот, и тогда это очень классно. Каково вообще издавать? Книги у нас просто так, вы же у нас в Казахстане издавались. Да, я первые 500 экземпляров напечатала сама, заплатила за них сама, все выясняла, узнавала, где продавать, как рекламировать, все как бы своим путем, да, сам издат. И было как бы сложно, но возможно оказалось все, потому что с издателем уже другая история. Там надо и гонораром делиться, и делать так, как хочет издатель, а не так, как хочешь ты. В общем, там палка о двух концах. Но после того, как 500 экземпляров закончились, как они были распроданы, мне нужно было печатать еще. И я решила все-таки, чтобы у меня, да, был издатель, нашла его. Это Бейбут Алибеков, Алибеков Кейзет в Инстаграме. Это очень такой у нас интересный союз, мы никогда не виделись. Мы вот виделись два раза, пока я здесь в Казахстане, в Алмате. То есть мы друг другу помогаем в плане того, что мне нужен маркетинг книги. Тяжело писателю себя пиарить, рекламировать. Без секция. Да, без там пиарщика какого-то, без помощи. Потому что, как правило, это должно быть два разных человека. Литературный агент и вот сам писатель. И с ним это классно получается. Плюс у него много знакомых, блогеров и так далее. А его интерес, я думаю, что ему просто нравится издавать книги. Поэтому он издал книгу Рашева. И у них, да, вот издательство как бы возникло из ниоткуда. Но я думаю, что оно еще будет издавать книги. Мы тоже в это уверены. Да. Сейчас я видел вашу книжку. Она в боксе у Алишера Еликпаева. Да, да, да. Совместно с человеком на балконе. Сегодня мы посмотрели ваш фильм короткометражный. Вы учились в Мадриде. В Барселоне. В Барселоне, то есть, да. И про фильм расскажите. Ну, история создания. Ну, он, основан на реальных событиях. На конфликте между Россией и Турцией, когда сбили турецкий ВВС российский самолет на границе с Сирией. И с этого и начинается действие. То есть, провинциалка из России увидела эти новости. А у нее племяшка замужем за турком. И она решила отправиться ее спасать. Потому что она подумала, что сейчас будет все плохо у русских в Турции. Надо их спасать. История создания, что я сама была в этот момент в Турции. И я хотела сказать, эй, мир, все не так плохо, как вы там говорите у себя в новостях. Русскоязычные браки, они разные бывают. И не такие плохие, как показывают там на телеканале РТР. И я включила настоящие программы с телевидения и перемешала их с художественным, с вымыслом. Плюс с реальными историями моих друзей. Там, допустим, у некоторых многие знакомые на их родине, в той же России, думают, что в Турции говорят по-арабски. Что в Турции все ходят закрытые такие. Что там, да, женщин бьют, обижают. Сиди дома, никуда не ходи. Да, там все живут в гареме, ты там конь десятая жена. Ну и как бы об этом фильм посмеяться над стереотипами и показать, что не все так, как люди думают. Интересно. А вот, чтобы вы выбрали, писательство или все-таки режиссура? Вообще, писательство легче в том плане, что ты делаешь это сам. Ты просто сидишь себе, пишешь, сама выкраиваешь на это время, по вечерам, по ночам, там, кто как может. Там, у меня просто двое детей, кто сдает их няне, там, родителям. И как-то так вот сам по себе, со своими личными часами, самодисциплиной это делает. А кино это совсем другое. Ты зависишь, тебе нужны деньги, тебе нужны хорошие люди, профессионалы, которые согласны будут с тобой работать. Тебе нужно будет им заплатить, тебе нужно их накормить. Ну, то есть очень много разных факторов, да, которые влияют на... И поэтому кино снимать сложнее. Но я бы хотела делать и то, и другое, и можно без хлеба, не знаю, как и когда, но постепенно, потихоньку, надеюсь, что получится. Ну, если кино, например, вы сейчас начали с короткометражки, да? Будет ли переход на полный метр? Если я еще набью руку на короткометражках, или хотя бы там на каких-то интернет-проектах, там, веб-сериалах, или что-то еще, либо в команде, в чьей-то еще побольше поработаю. Я, кстати, работала в команде Эмира Байгазина, была его помощником, на Would you like to see Stargaze? По-русски, хотите посмотреть на звезды? Вот. И это мне очень помогло для съемок моего фильма. Практика. Да, да, да. Вот мне надо еще набить руку. Пока для полнометражного я просто не хочу делать абы как. Поэтому хотелось бы сделать что-нибудь стоящее. Но для этого я лично считаю, что мне еще учиться и учиться, расти и расти. А следующую книгу? В писательстве я все-таки чувствую себя увереннее. Более, да? Да. Следующую книгу когда нам ждать? Следующую я надеюсь, что до конца этого года я напишу. Ну, на крайний случай, там, в начале следующего. Жанр? Жанр снова продолжения. Но теперь только будет другая страна. И немного будет, как бы, тоже будут истории. Моя и других людей. Но я думаю, что я ее напишу немножко в другом стиле. Здравствуйте. Да. У вас маленькие детишки. Сейчас они еще маленькие, но в будущем. Как вы будете прививать любовь к чтению? Ну, я сейчас стараюсь уже читать для них книжки. Хорошо, что младшему всего полтора видит, что старшему нравится. И тоже, как бы, следует за ним. Но я так поняла, что, допустим, я хочу им читать, например, Незнайку, там, старшему 4,5. Ну, то, на чем выросла я, там, Мэри Поппинс, вот такие вот всякие, Буратино, Пиноккио. Но он не хочет это все. Он хочет про динозавров, про космос, про машины или Атлас мира. И я думаю, что я буду заставлять ребенка, там, не нравится и не нравится. Будем про космос, будем про динозавров. Ну, есть прямую. И мы читаем вот про динозавров. Я уже разбираюсь, чем стегозавр отличается от аллозавра. Я знаю, что такое черная дыра. В общем, целый мир. Что-то новое открывает. Да, да, да. И себе, и ему, да, полотенца. Да. Ну, и последнее пожелание нашим зрителям от себя. Я желаю вам всем читать не только соцсети, а если и соцсети, то интересных людей, которые не то, чтобы пиарят себя, а которые на самом деле что-то из себя представляют в реальной жизни, а не только вот этой мистификации Инстаграма и Фейсбука. Желаю читать действительно хорошие книги. Если у вас нет идей, например, что значит хорошая книга, можете элементарно набрать в Гугле лучшие книги 20 века. Или книги, которые лучше прочитать, прежде чем умереть. Но это уже на крайний случай, если прям совсем не знаете, что читать. И неважно, как вы читаете, на бумаге или в электронном виде. Я, например, вот так делаю себе. Я так, кстати, хорошо читаю. Допустим, у меня приложение BookMate стоит, и если я хочу потянуться за Инстаграмом или за Фейсбуком, или там не знаю чем, я просто открываю BookMate и читаю. Советую вам тоже. Поможет потом в жизни. Чем больше книг вы прочитаете, тем лучше вы пишете, тем лучше вы говорите, тем как бы полнее ваша жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ирина уже скоро уезжает из Казахстана. В далекие края. Да, в далекие края. И желаем вам удачи, ждем продолжения вашей книжки, ждем новые фильмы. Спасибо вам за интервью. Ой, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok